Для демонстрации опытов с истечением жидкости применяется напорный бак, имеющий приспособление для установки отверстий и насадков. При истечении из отверстия струя претерпевает изменения вследствие поверхностного натяжения и сопротивления воздуха. При выходе из квадратного отверстия струя принимает восьмиугольную форму, которая дальше переходит в форму креста. Проследим за изменением струи при выходе из треугольного отверстия. Здесь также видно, что форма струи изменилась. Треугольник перевернулся вершиной вниз. Изменение формы вытекающей струи называется инверсией. При истечении из круглого отверстия форма поперечного истечения струи не изменяется. Но на участке, равном примерно половине диаметра отверстия, происходит сжатие струи. Сжатие струи вызывается кривизной линией тока. Кривизна крайних из них и определяет сжатие струи. Для полного проявления кривизны необходимо, чтобы отверстие отстояло от ближайшей стенки на расстоянии большим трех размеров отверстия. Струя из такого отверстия имеет однотипное, так называемое, совершенное сжатие. При расположении отверстия у стенки сосуда, стенка является направляющей для части линий тока. Сжатие оказывается неполным. В этом случае площадь в сжатом сечении струи будет больше, чем при совершенном сжатии, что ведет к увеличению расхода жидкости. Установим влияние формы отверстия на расход при равном напоре и площади отверстия. При истечении из круглого отверстия бак объемом в 100 литров наполнился за 34,5 секунды. Что составляет расход в 2,006 литра в секунду. Время наполнения бака при истечении из отверстия квадратной или треугольной формы показывает, что изменение формы отверстия приводит к некоторому изменению расхода. Расход жидкости из отверстия заданной формы и расположения зависит еще от площади отверстия и величины напора. Численное значение коэффициента расхода μ можно определить опытным путем из формулы расхода. Так, например, для круглого отверстия, зная расход жидкости, площадь живого сечения отверстия и величину напора, путем вычисления найдем, что значение коэффициента μ для круглого отверстия равно в среднем 62 сотым. Насадок это короткий патрубок цилиндрической, конической или иной формы длиной в 3-4 диаметра, приставленный к месту выхода жидкости из резервуара. При входе жидкости в цилиндрический насадок между стенками и сжатым сечением струи образуется область пониженного давления вакуум. Наличие вакуума способствует увеличению расхода жидкости вследствие подсасывающего действия вакуума. Если замерить расход из насадка и вычислить значение коэффициента расхода μ, то он окажется для цилиндрического насадка равным 82 сотым вместо 62 сотых для такого же отверстия, но без насадка. Заменим цилиндрический насадок конически сходящимся с такой же площадью на выходе. Конически сходящийся насадок отличается большим коэффициентом расхода, чем цилиндрический насадок. При угле конусности 13 градусов 24 минуты достигается наибольшее значение коэффициента расхода μ. Видоизменяя конически сходящийся насадок и придавая ему форму свободно вытекающей струи, можно улучшить условия его работы. Такой насадок называется каноидальным. Каноидальный насадок обладает наибольшим коэффициентом расхода. Теперь поставим насадок, обладающий наименьшим коэффициентом расхода, конически расходящийся. Наилучший показатель действия конически расходящегося насадка получается, если угол конусности не будет превышать 3-4 градуса. Насадок с углом конусности больше 6-8 градусов теряет свое значение. Струя отрывается от стенок насадка и истечение получается такое же, как и с круглого отверстия. Итак, форма насадка влияет на расход жидкости. Увеличение длины насадка вызывает рост потерь, что ведет к уменьшению коэффициента расхода. Насадки изменяют не только расход, но и кинетическую энергию струи. При ударе струи из цилиндрического насадка о пластину динамометра стрелка остановилась на 40-м делении. Струя из конически сходящегося насадка фиксирует силу удара на 55-м делении. Каноидальный насадок обладает наибольшей кинетической энергией. Различного вида гидравлические насадки применяются в дождевальных установках, пожарных бронзбойдах, гидромониторах и во многих других случаях, где истечение жидкости имеет свободноструйный характер. Водослив это часть подпорного гидротехнического сооружения через гребень которого переливается вода. Явление перелива жидкости через гребень водослива называется в гидравлике и с течением через водосливы. Участок русла перед сооружением называют верхним бьефом, а за сооружением нижним бьефом. Если поток в русле перекрыть стенкой, толщина которой дельта будет меньше двух третей напора H, то толщина стенки не будет оказывать влияние на форму переливающейся струи. В таком случае имеем водослив с острым ребром со свободно падающей струей. С уменьшением напора, когда толщина стенки окажется больше двух третей напора, она будет оказывать влияние на истечение. Поток смачивает гребень стенки, характер течения струи изменяется. Теперь это водослив с широким порогом, характеризующийся двумя перепадами. Увеличивая напор, вновь получим водослив с острым ребром, со свободно падающей струей. Водосливы, форма которых соответствует профилю свободно падающей струи, называют водосливами практического профиля. Такие водосливы наиболее распространены в практике гидростроительства. Сравним пропускную способность рассмотренных типов водосливов. Заданный расход проходит через водослив с широким порогом при некотором напоре H. Заменим водослив с широким порогом на водослив с острым ребром. Тот же расход проходит через водослив с меньшим напором. Водослив практического профиля обладает наибольшей пропускной способностью. Водосливы рассмотренных выше групп подразделяются по ряду общих для них признаков. Если ширина водослива равна ширине подводящего канала в верхнем бьефе, то он называется водосливом без бокового сжатия. Если ширина водослива меньше ширины верхнего бьефа, то он называется водосливом с боковым сжатием. Поток, поступая на ребро водослива, искривляется, образуя завихрение. Эти явления вызывают некоторую потерю энергии, поэтому пропускная способность водослива с боковым сжатием уменьшается. Явления бокового сжатия могут быть вызваны также различного вида бычками. Теперь познакомимся с явлениями подводосливной струей при истечении жидкости. Для проведения опыта используем трубку, через которую сейчас в пространство под струей поступает атмосферный воздух. Прекратим доступ к воздуху. Находящийся под струей воздух постепенно уносится ниспадающей струей. Образуется область вакуума, которая заполняется водой из нижнего бьефа. Пустим воздух под струю, где давление меньше атмосферного. Явление вакуума уменьшается. Неустойчивость вакуума мешает стабильному истечению жидкости. Водослив с боковым сжатием обеспечивает свободный доступ воздуха под струю в момент ее падения в нижний бьеф, благодаря чему истечение имеет стабильный характер. Такой тип водослива может использоваться в качестве водомера в гидрометрической лабораторной практике для измерения расхода воды в лотках, каналах и небольших речках. Вот, например, водослив-водомер с острым ребром прямоугольного профиля. С помощью шпицин масштаба, опускающегося до соприкосновения с поверхностью воды и показаний нониуса, можно вычислить расход воды, не производя непосредственно замера. Вот другой тип водослива-водомера треугольного профиля, известный под названием водомера Томпсона. Теперь рассмотрим влияние нижнего бьефа на истечение через водослив. Если горизонт воды за стенкой расположен ниже гребня водослива, то он не влияет на истечение, и водослив называют незатопленным. Поднимем горизонт воды в нижнем бьефе так, чтобы он, дойдя до водослива, стал выше гребня. В таком случае уровень нижнего бьефа будет мешать истечению и вызовет поднятие горизонта в верхнем бьефе. Такой водослив называется затопленным. Однако при большой удельной энергии, не спадающей струи, высокий горизонт нижнего бьефа может держаться на некотором расстоянии от водослива и не будет мешать свободному истечению. Происходит это потому, что удельная энергия падающей струи в первом сечении значительно больше удельной энергии нижнего бьефа во втором сечении. В силу резкой разницы в количестве удельной энергии возникает явление, которое называется отогнанным гидравлическим. В этом случае водослив работает как незатопленный, независимо от уровня нижнего бьефа. При уменьшении удельной энергии не спадающей струи или увеличении глубины в нижнем бьефе отогнанный прыжок превращается в надвинутый. Явления отогнанного и надвинутого гидравлического прыжка возникают во многих гидротехнических сооружениях. Изучение их механизмов представляет большой практический интерес. На этом заканчиваем демонстрацию некоторых гидравлических явлений, съемка которых производилась в лабораториях гидравлики Московского института инженеров водного хозяйства имени Вильямса. Субтитры создавал DimaTorzok